Ииии все, привет друзья, с вами снова я от Spogamer и мы с вами продолжаем проходить Undertale на нейтрал. Пока что только на нейтрал, потом будет пацифист. Что ж, тут я звонил, нет, не помню, не помню. Заходишь прямо в ядро? Скорее всего ты не можешь звонить оттуда. Знаю, знаю, звучит ужасно. Как же ты там продержишься без меня? Что ж, я верю в тебя, у тебя все получится. Мы поговорим с тобой снова, так что не волнуйся. Удачи там. А нам типа звонки не работают, ну-ка. Браз, тебе не нужно со мной общаться. О, это музыка. Готов, мы на месте. Вызови лифт и поднимись на нем к верхушке ядра. Щелчок. Да, получается тут уже заканчиваются все эти фразы. Что? Лифт должен работать? Тогда ладно, иди направо, а потом наверх. Направо-наверх? Да ну тебя нахрен. Хотя... Упс. Хорошо, теперь просто иди вперед. Э, это пропасть? Ее нет на моей карте. Проехали, давай попробуем пойти налево. Ну да, тут видимо уже нет смысла вообще звонить в этой лаборатории. Типа тут теряется связь и может звонить только Аликс, да? Ну, тем и лучше, тем меньше фраз мне еще в зонде. Ладно, здесь ты и сам должен справиться. Оу, щет. Берегись. Мэйджик, выскакивай ты из своей шляпы. Какая же крутая музыка. А чистый разум? Уставиться. Это я помню, преследующая сфера... Крайняя сфера. А преследующая? Жестоко преследующая сфера. А слабо, под вашим взглядом. Покус-покус. Я понял, это как змейка, то есть... Эти снаряды могут пролетать сквозь стены. Мэйджик смотрит на вас странным взглядом. А, так. Хм. Уставиться. Какая же сфера? Красная? Устрашающая красная сфера. А слабо, под вашим взглядом. Ава, коза. Как же я хорош. Сфера Мэджика обезврежена. Сферы? Пощадите, вы получили 60 монет. Это было опасно. Да ладно, меня даже ни разу не ранили. П-почему здесь так много монстров? Я имею ввиду, это не проблема, верно? Мы просто продолжим идти дальше. Щелчок. Да, всё, точно больше не буду звонить, потому что раз уж нельзя, значит нельзя. Звонок? Похоже, ты не пройдёшь дальше, пока не нажмёшь на переключатель. Но, когда ты это сделаешь, лазер активируется. Кажется, они появляются в следующем порядке. Оранжевый, оранжевый серий. Запомнил. Остановись перед последним. По-моему, будет наоборот, да? Ха! О, боже, ты в порядке? Я... Прости меня, я назвал неверную последовательность. Всё хорошо, да? Давай, просто продолжим двигаться направо. Да, я извинения. Распутие. Попробуй продолжать идти направо. Стой! Нет, думаю, надо идти наверх. О, щет, ну ладно, лишние деньги мне не помешают. Рыцарь-сныцарь преграждает дорогу. Это, кстати, вроде как женщина. Да, но тут в Undertale ничего вас не должно удивлять. А, поговорить и спеть. Спеть. Вы поёте старую колыбельную. Рыцарь-сныцарь выглядит сонный. Закрой свои глаза. О, диска-шан. С метеоритами. Хм, рыцарь-сныцарь спокойно наблюдает. Спеть. Вы продолжаете петь. Рыцарь-сныцарь прикрывает глаза. Закрой свои глаза. Оу, щет! Щет! Броня рыцаря-сныцаря изучает тёмный... Блеск. Одну скиму нахер, я не собираюсь. Адуэй. Я не собираюсь. Я забыл про эту атаку. Ну... В этой можно увернуться. Рыцарь-сныцарь спокойно наблюдает. Спеть. Вы продолжаете петь. Рыцарь-сныцарь заснула. Рыцарь-сныцарь храпит. Посидите. 70 монет, хорошо. Звонок. Прости, я... Я... Я думала, что... Давай попробуем пойти направо. Ну, она забывчивая, конечно, но... Благодаря моему мастерству... Ничто не подвластно. Врагам. Звонок. Оп, опять лазеры. Ладно, я... В этот раз... Я не ошибусь. Я просто отключу лазеры и нам не пройти. Они... Они не хотят включаться. Я не могу их отключить. И я... И все хорошо. У меня... Все под открытым кролем. Я отключу энергию во всем блоке. И тогда... Ты сможешь пройти. Готово. Иди. Чучок. А, как подозрительно много лазеров. Подожди, стой. Энергия включается обратно. Блин. Это того не должно было быть. Я... Я выключу ее еще раз. Тогда энергия отключится. Приди чуток и остановись. Ладно. И тебе... Тебя не заденет. Ну, тайминги это мое. Сказал я. И пошел нахер. Боже, ты цел? Дополнительная фраза. Не зря поранился. Ха, это так и было задумано. Я не могла дольше держать питание отключенным. Нет, нет. Я ее никогда не видел. Все хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. Чучок. Звонок. Видишь? У меня все под контролем. Все под полным контролем. Звонок. Ладно. Тебе нужна... Нужна... Я не знаю. Это совсем не похоже на мою карту. Извини, я... Мне... Мне надо идти. Странно. Почему она, типа, не знает свою же лабораторию? Воздух полон запаха озона. Это наполняет вас решимость. Ой, я случайно его озвучил как охранника. Не, немного по-другому. Жаркая зима, я делаю ведра. Ведра? А, ядра. Фу ты, блин. Фу. Так, я, насколько помню, твой гламбургер и денюжки. Посмотрите. Вот. Внутри мусорной корзины лежит гламбургер. Возьму. Эту хилку я оставлю на босса. Это инфо. Это лечит 27. Плюс сковорода. Это плюс 4 хп. То есть 31. Зачем мне 31 хп, если у меня 20? Потому что можно будет поспать в отеле за 200... За 400 монет вроде. Вот. И будет у тебя 40 хп на время. Гамбургер из съедомных блесток и страз. Пустая мусорная корзина. Так. Я, значит, беру пространственный ящик. Гамбургер. Вот так нормально. Стоп. Нахера мне... Брошенный пирог? Пусть он тут лежит. Вот. А что тут еще написано? Почему он будет не расслабиться и перекусить? Не знаю. Так. Насколько знаю, теперь нужно идти направо. И там будут 100 монет. В мусорке. Да. Внутри мусорной корзины лежит 100 монет. Возьмете ли вы это? Зачем я это помню? И зачем мне это в мозгу храниться? Непонятно. Получили 100 монет. Пройди северную комнату. И проход к концу откроется. Я понял. Проваливай. И не возвращайся. Я не боец. Я не мыслитель. Но с моим терпением я смогу пройти путь до конца. На восток. Это конец. Ладно. Крайне мере, никакие таблички я не пропустил. О, это место. Три босса. Улучшенный, ну, NPC. Обычные, типа, энтити стали улучшенными. Вимса ноу. А, Вимса ноу. Звучало как лекарство. Вимса от и финальный фрогет появляет, появляется. А, Вимса от это. Ага. Это. Утешать. Вы успокаиваете Вимсаота, говоря, что он все делает правильно. Я смирился со своей участью. Гав. Гав. Какой нахер Гав? Вимсаот тихо дрожит. А-а-а-а. Не взял я хилки. Херова. Бежать нельзя. Херова. Вимсаот. Я не хочу сдохнуть. Хм, ход, ход. Не в этот, не в этот раз. Квак, квак. Ох, какие же сложные атаки. Вимсаот пренебрежительно трясет головой. Так, теперь я знаю, что я могу выжить. А-а-а. Молить. Вы встали на колени и молите о пощаде. Вимсаот вспомнил о совести. Еще есть надежда. Квак, квак. Поймал. Это вроде как обязательно. Вимсаот больше не хочет драться. Скрип, скрип. Какой нахер скрип, скрип, я умираю. Слабак. Командование армией. Это не для тебя. Отсылка. Финальный фрагед зловещий прыгает вверх и вниз. А-а. Хм. Озадачить комплимент. Еще бы я помнил, что делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Комплимент. Комплимент. Озадачить. Озадачить вроде. Вы сделали что-то загадочное. Финальный фрагед признает, что в этом мире еще есть с чем получится. Вроде это вздумчивое кваканье. Ква-а-а-а. Изи. Финальный вроде то неохота сражаться с вами. Сто монет. Так, я лучше нахер сохранюсь. Потому что я без хилок отратить я их не хочу. Потому что монеты я коплю на ключ метатона, чтобы прочитать дополнительные фразы, потому что я читаю все, что есть в этой игре. Ну и вот. Так, мы похилились. Значит, два из трех. Это Мэджик, да? Мэджик и наемники выходят из тени, да. Рицарь-смысарь, а Мэджик. Уставиться, преследующая сфера. Жестоко преследующая сфера ослаба под вашим взглядом. Адуэй. Абракадабра. Совместная атака. Это довольно-таки сложно. Но она короткая. Рицарь-смысарь спокойно наблюдает. Мэджик. Уставиться. Крайняя сфера. Устрашающая крайняя сфера особо под вашим взглядом. Прощай. Фокус, фокус. Оу. Оу, ну неплохо. Пахнет как звездная пыль. Адуэй. Хорошо, что у меня хилится благодаря фартуку по одному хп. Рыцарь-смысарь глубоко дышит. Цель у меня ни разу не сдохнуть. Спеть. Вы поете старую колыбельную. Рыцарь-смысарь выглядит сонной. До свидания. Рыцарь-смысарь ударяет своим моргенштерном. Ага. Спеть? Вы продолжаете петь. Рыцарь-смысарь прикрывает глаза. Прощай. Оу. Нахер, я ненавижу эту атаку. Пахнет как звездная пыль. Хот-дог. Ваши волосы восполнены до предела. Адуэй. Я лучше похилился, ребят. Ничего не хочу знать. Честное слово. Рыцарь-смысарь спокойно наблюдает. Спеть. Вы продолжаете петь. Рыцарь-смысарь заснула. Хррр. Нахера я хилился? Непонятно. О, сейчас будет тройная, да? Что за кошмар? Действительно. Вимсовод, молитесь. Вы встали на колени и молите о пощаде. Вимсовод вспомнил о совести. Гав, не дразни меня. Еще есть надежда. Как же все херово в этом мире. Вимсовод больше не хочет драться. Да я что хочу? Оглянись в последний раз. Гав. О, ну... А-а-а. 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 Стигматизм пытается загипнотизировать вас. Звездное порфе. Вы пиваете звездное порфе. Ваши лз восполнены до предела. Скрип-скрип. Просто молчание. Я забыл, что оно отталкивается от стен. Я бы уворачивался вот так. Стигматизм смотрит вам прямо в душу. Финальный Фрогет озадачить. Вы сделали что-то загадочное. Финальный Фрогет признаёт, что в этом мире ещё есть чему поучиться. Стумчивое кваканье. Ты видел достаточно. Охереть. Охереть, я мастер. Стигматизм пытается загибнотизировать вас. Прощай. Ты видел достаточно. Ой, я хорош. Стигматизм пытается загибнотизировать вас. А не дразните. Вы не дразните стигматизма. Наконец, хоть кто-то понял это. Я не помню, как я его озвучивал в руинах. Честное слово, извините. Но я охеренен. Ахаха. Я всё прошёл. Я всё-таки сделаю так, чтобы я ни разу не сдох. Но вроде как больше секретных фраз не будет, если не сдыхать. Была только секретная фраза Санкса. Да почему я шлют в лишний раз нажимаю? Как же тут красиво. Всё, открылась новая площадка. О, это к метатону. Астигматизм приближается. Не дразните, вы не дразните. Не дразни меня. Окей, чел. Окей. Астигматизму больше неинтересна битва. Я хорошо так зарабатываю монеты. Уже 1331. Я закуплю хилок. За этой дверью должен быть лифт королевскому замку. Вы наполняетесь решимостью. Сохранить жаркоземье конец ядра. Так, это я за хилками. Извините. Но мне нужны хилки. По крайней мере. Мне нужны хоть какие-то хилки. И это... Слушайте, давайте я сбегаю за хилками. Чтобы не тратить время видео. Прямо в паузе. Так, ну что ж, плывем с Нижнеград. Плывем. Плывем, все еще плывем. Трава-ла. Танцевать в лодке опасно, но весело. Ага. И я хочу... Поспать. У меня много денег, почему бы и нет. Приходи еще, трава-ла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут самые крутые хилки. Так, Грилби, это не то. А, кстати, я же не звонил Папайрусу... Сейчас скажу, где. Ой, это проставственный ящик. Номер Папайруса. Снижнеград. Там Папайруса. Это уже слоган, да? Короче. Естественно, я зайду в отель. А, это не то. Это лавка. Во. Приветствую, путник. Чем я могу вам помочь? Мне нужно купить, получается, два скимо. А, нет, не то. Лечит 22. Все, спасибо за вашу покупку. До свидания. Так. Что у меня по... Крабовое яблоко. А что по хилке? 18. Ну, оно меньше, но... Похер. Вот тут я еще не звонил, да? Мост выглядит не безопасным, но он очень надежный. Честно говоря, я просто рада кразил горную породу. А, это было. Значит, мы не ходили дальше и там не звонили. Ну, надо. Надо, ребят, потому что я исследую всю игру. Абсолютно всю. А, кстати, я и таймер не поставил. Я не знаю, сколько идет ролик. Ну, и ладно. Здрасте. Мы все живем в лесу, поэтому никто не хочет... Не может сказать, что нам делать. Но теперь все игнорят нас. Я не хочу свободы, если никто не будет обращать на меня внимание. А, это этот. Ледош... Ледошляпля. Мы все живем в лесу. Так, это повтор. Ну, ладно, я просто проверил. Я тут не звонил. Станция пса побольше. Он немного похож на одного, которого мне не нравится. Но большой пяс ничего не коллекционирует. Он лишь слегка склонен к лептомании. Окей. Я перепрыгиваю пропасть, не решая голубку. Сад стазу никогда ее не решает. Он всегда просто М. Оказывается, по другую сторону. А тут его, кстати, нет. Гефтрот живет неподалеку. Он любит подарки. Не волнуйся. Если тебе по краю... По карману что-то стоящее. Важен не подарок, а внимание. Так что, представь, что это стало немного денег. А можно ли звонить повтор? Ты уже встречал Гефрота? Да, можно звонить повторно. Я слышал, это... Для местных мы страдали с той традицией. Жалко его. Но я обзвоню данную местность. Где-то нет. Ну ладно. Попыли. Так, ну это влиять не будет. Вот там новая локация. Просто это переход, оно не считается новой локацией. Мы заскучали, пока ждали тебя. Так что я сделал снега Папайруса. А Санс сделал это. Ты уверен, что ты сделал Санс. Все носят шляпы. Может мне выбрать другой предмет одежды? Ледяные шорты? Звучит как-то не так. Ну окей. Станция пса поменьше. Этот пёс любит, когда его гладят. Это главная черта его характера. Погодите. Почему он в Каравицкой Страже? А я нет. Я тоже люблю, когда меня гонят. Эх. Тот пёс, он укрил бы, мне кажется. После работы все собаки идут куда-то туда, чтобы сыграть в карты вместе. Но тот пёс, правда, не знает, как показать тебе. Так что, он всегда играет один, вместо того, чтобы поля найти к остальным. Окей. Похоже на основание песовика. Песовик. Сделан из снега. Но звучит как песок. Дзинь-дзинь. Ох, кололомка, сделанная доктором Альфис. Я упросил онлайн, чтобы она сказала сделать не одно. Я только поломлю её онлайн. На самом деле, я не совсем её друг. Пока что. Я впечатляю её своим громадным месопсом однажды. Это хороший способ заводить друзей. Впечатлил. Ох, ах, 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 это голомка. Ты решил её так легко. Это было очень по-папайровски. Кота ведь по телефону, это как по-папайровски. Короче, нужно по два раза звонить. Я, видимо, очень много фраз пропустил. Здрасте. Ха-ха, мы подростки. Самодостаточно живём на лучших землях. Ох, и на обедах, которые родители приносят нам каждый день. Кроме стишка, он, ну, нам приходится делиться с ним. Хм, решение это голомки. Вообще-то, я просто перешагну через шипы. Так что решение быть высоким и симпатичным. Понятно. Я решаю, пока мы говорим. Но теперь я буду обживать не тогда второй раз по всем локациям, потому что какого-то хрена ему можно звонить по два раза. Это место обычно заблокировано теми шипами. Но мы подумали избавиться от них. На днях король издал указ о голомках. Он думает, шипы неэффективны и опасны для детей. Но я считаю, что он ошибается. Дети любят сортельные шипы. Ну, конечно. Если ты знаешь каких-то у детей, спроси их. Спрашиваю. А если третий раз? Ну да, только два раза максимум можно звонить. Окей. Окей, 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 окей. Здрасте. Эй, прекрати думать о моей шляпе. Ты не думаешь о моей шляпе. А может попробуешь? Пожалуйста. Так, там никого? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Отключу на микроволновку. Все настройки гласят спагетти. Ах, комната ловушка со спагетти. Надо будет сходить туда. Спагетти, который ты оставил мне еще вам. Все еще там. Он обижен. Нет, ничего лучше горячего. Ведерко спаг. Ведерко? Мне показалось? Не показалось? Не знаю. Загадка. Это подходящее название, я думаю. Он, от ее вида мне гадка. Ну давай позвоним еще раз. Зынь-зынь. Ты что, все еще решаешь отголку? Игра не рассчитывала, что я вернусь с самого конца, да, Снег? Ну и нет-то игра в снежке в снежной грани. Чем быстрее, тем лучше призы. Откуда берутся деньги? Из снежного наука, разумеется. Что? Никогда не слышала о снежной науке? Похоже, мир на поверхности просто рай. Ага, конечно. Не слишком он уж и райский. Хо-хо-хо. Мы, подростки, правы бы этими лесами, нашими кулачными. Кулачками поменьше, чем у взрослых. Хо-хо-хо. Ну понятно. Пошел за хилками, называется. Электрический оберенд. Хо-хо-хо, это было весело. Кроме-то, когда меня ударили. Кроме-то, к сожалению, пришлось выключить электричество. Мы уже рядом. Осторожно. Лед скользкий. Но если ты будешь на льду, никто не попадет на тебя. А, не нападет на тебя. Никому некуда шлепнуться на полу... На попу, делая трюк. Окей. Мне больше нечего сказать. Мне тоже. Наверное, тяжело быть снеговиком. Попытайся быть милым с людьми, сделанными из странных вещей. Этот снеговик все еще здесь. Как у меня дела? Подо мной я имею в виду тот кусочек у меня, что я тебе дал. Нормально. Он все еще в сундуке. В пространственном ящике. Среди матрицы и вселенной. Среди пространства и... ...костей. Задиль. Станция Тока. У него есть сила видать вещи, когда они двигаются. Ладно, может это и не особо крутое сила. Ну, скорее всего. Догонят дома. Эта написка написана очень странно, будто бы бумага двигалась во время письма. Тут сказано. А, он так пишет. А, обеденный перерыв. Не-хе-хе. Впечатлен? Я не только в головоломках великолепен, но еще и почитаемый архитектор. Мой брат, помог мне найти эту коробку. Логично. А, здорово. Я убежал из дома. Почему? Потому что мой отец был слишком холоден ко мне. Что? Это шутка? Смейся. Ага, посмеялся. Что? Ты потерялся? Ммм. Попробуй позвать на помощь. Папарус. Ммм. Почему ты зовешь меня? Потому что сам попросил. Ведь так. Будет слишком холодно купаться в реке. У меня дойдется водонепроницаемый свитер. Это просто река. Хм. Такова моя локация. К истокам. Здесь должен патрулировать мой брат. Но. Каждый раз, когда я здесь, он отвынивает. Хорошо, что я заметил тебя первым. Я уверен, он произвел странное впечатление. Да не говори. Если его нет рядом, значит он не вернется. Он просто так устроен. Давайте наведаем Тори. Вот что вот у нее изменилось? Ни хера. И она все еще не отвечает. Какая же долгая дорога, охереть. Очень долгая дорога. Это как дополнительная локация. Хм. Странная дверь, несу. Вообще, мой брат проводит... Здесь проводит мне много времени. Что он делает? Я должен приглядывать за ними. За ним. Ты вся еще возле этой двери. Аня, плохое влияние моего брата. А, да. В кусах спрятана камера. А если я позвоню Тори возле двери? Никто не взял трубку. Печально. Хм. А вот теперь вопрос. У меня много денег. Стоит ли давать тысячу в колледж на ТЭМ? Скорее всего, нет. То есть, дайте... Просто, если хотите, посмотрите в интернете. Что она скажет, если дайте ей тысячу. Потому что я... Деньги как вам фармить-то люблю? Я же где-то должен фармить деньги. А у меня всего лишь 1100 монет. У меня еще на этого... Насгора тратится. Ну, короче. Всем спасибо за просмотр. Всем удачным пока. Да, так неожиданно. Но я возвращаюсь к истокам. Ну, точнее... Я иду туда, откуда я пришел. Всем спасибо за просмотр. Я уже это сказал. Всем пока. Ждите новой серии.